Психоаналитический институт За эти годы нами подготовлено около 10 тысяч специалистов, преимущественно из числа психологов, врачей, филологов, юристов и других специальностей, которые решили посвятить свою жизнь помогающим профессиям. Из числа этих выпускников вышло несколько выдающихся специалистов. За 28 лет у нас уже есть 8 докторов наук, около 30 кандидатов наук, и все они защищали диссертации в других учреждениях, в институте Бехтерева, в Московском университете, в Петербургском университете, в Новосибирском, Хабаровском и так далее. В России нашими выпускниками создано около 100 психоаналитических центров и десятки центров за рубежом. В Австралии, во Франции, в Швейцарии, в Австрии и ряде других стран. Национальная федерация психоанализа, которая является нашей зонтичной организацией, состоит более 700, сейчас даже около 800 наших выпускников, которые, большинство из них, вернее, сертифицированы по европейским стандартам. Есть вопросы, которые всегда интересуют абитуриентов. Вопрос первый – трудоустройство. Большинство наших выпускников работают в частной практике, потому что частная практика предполагает иную степень конфиденциальности отношений между терапевтом и пациентом. В современной России на 140 миллионов населения, вы будете удивлены, в настоящее время имеется всего 1400 дипломированных врачей-психотерапевтов. Это позволяет нам сделать такой относительно оптимистический вывод, что без работы все, кто занимается психическим здоровьем, не останутся. Тем более, что по данным Европейского сообщества, по данным Всемирной организации здравоохранения, в такой помощи нуждается от 25 до 30% населения во всех развитых странах. А Россия – это тоже развитая страна. Второй вопрос, который интересует абитуриентов и обычно не задается на встречах с преподавателями, с приемной комиссией, а сколько зарабатывают психоаналитики? Начинающие психоаналитики, которые прошли теоретический курс обучения, тяжелый и трудный курс практической подготовки, зарабатывают в среднем около 2000 в день, или получается около 40 тысяч в месяц. Специалисты с высокой квалификацией зарабатывают до 10 тысяч в день и примерно до 200 тысяч в месяц. Мы не стесняемся об этом говорить, потому что это достигается не какими-то там манипуляциями, это тяжелая, каждодневная работа с людьми и с людьми страдающими. Ну и последнее. Ничто так не характеризует ВУЗ, как использование его учебников. Я нескромно скажу, что на сегодняшний день у нас нет ни одного высшего учебного заведения в России, по тем учебникам учились бы в западных странах. В других странах, в странах СНГ, учебники и Московского университета, и Петербургского университета, и Новосибирского активно используются. Но в западных странах учатся в основном по учебникам Кембриджа, Оксфорда и других престижных ВУЗов. И теперь самая последняя нескромность с моей стороны. В 2014 году мы подготовили вот такой учебник для своих студентов. Через год он был издан в Москве в качестве учебника для всех университетов России и стал библиографической редкостью. А через год был переиздан новым тиражом в Москве. Я держу перед собой уже второе московское издание. А через год этот же учебник был издан в Австрии на английском языке, А Австрия – это мекка психотерапии для студентов западных ВУЗов. И на обложке этого учебника редактор австрийский написал, что это самый понятный из всех существующих сегодня учебников по психоанализу. Мы вас ждем. Мы рады будем с вами встретиться. Рады будем вас учить и передать все знания, которые у нас накопились за 28 лет. Удачи вам в ваших новых изысканиях своей профессии, своего места в жизни и личной жизни, профессиональной жизни. Короче, во всем. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Борис Григорьевич Рожков. Я ответственный секретарь приемной комиссии Восточноевропейского института психоанализа. Я расскажу вам о том, как поступить в наш институт. Вы можете сделать это двумя способами. Первый – прийти лично в приемную комиссию института, которая располагается по адресу Большой проспект Петроградской стороны, дом 18А. Режим работы – понедельник, четверг с 10 до 18, пятница с 10 до 17 часов без обеда. Второй способ – оставить заявку на нашем сайте. В ответ на указанную вам почту придет информационное письмо с алгоритмом дальнейших действий и перечнем необходимых документов. И вы сможете подать документы на обучение также и дистанционно. Какие документы необходимы для поступления? Это паспорт, диплом о высшем образовании и четыре фотографии размером 3х4. Сроки подачи документов следующие. Очно-заочная или вечерняя форма – с 1 марта по 27 августа. Завочная форма, в том числе дистанционная, с 1 марта по 15 октября. Очная форма обучения для магистратуры – с 1 марта по 27 августа. Прием в наш институт ведется только на базе высшего образования. Предлагаемые направления для обучения. Бакалавриат – второе высшее психологическое образование, профиль подготовки психоанализ. Магистратура – программа называется психоанализ и консультативная психология. Также дополнительное образование – четыре направления в области психоанализа и консультативной психологии. И курсы повышения квалификации – более 10 авторских курсов от ведущих преподавателей нашего института. Поступить в ЕИП гораздо легче, чем учиться дальше. Для поступления на Бакалавриат необходимо пройти три несложных вступительных теста по базовым школьным программам «Русский язык», «Биология», «Общество знания». Программу подготовки, примеры заданий вы найдете на сайте института. Пройти тестирование можно лично или онлайн. И после прохождения успешного вступительных испытаний будет заключен договор, и вы получите квитанцию на оплату. Для поступления в магистратуру предусмотрена сдача устного экзамена по психологии и мотивационное собеседование. Подробнее можно посмотреть также по ссылке на нашем сайте. Экзамен проводится в последних числах августа. Для абитуриентов в дистанционной форме магистратуры будет организован онлайн-экзамен по скайпу. Результаты экзамена станут известны в день сдачи. После успешного прохождения экзамена вы заключите договор и получите квитанцию на оплату. Также у нас предусмотрены и мы предлагаем вам несколько программ профессиональной переподготовки. Это программа психоанализ. Обучение длится полтора года. Для поступления, заметьте, требуется высшее психологическое или медицинское образование. На базе любого высшего образования вы можете поступить на такие программы, как психологическое консультирование, длительность обучения составляет один год, семейная психотерапия и консультирование супружеских пар, и теория и практика психологической работы с детьми и подростками. На этих программах срок обучения 5 месяцев, то есть один семестр. По окончании обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, и при поступлении на данные программы вступительные испытания не проводятся. Достаточно подать документы, заключить договор и оплатить обучение. Стоимость образовательных программ. Бакалавриат. Программа с профилем подготовки психоанализ. Второе высшее образование. 48 тысяч рублей за семестр. Магистратура. Программа психоанализ и консультативная психология. 58 тысяч рублей за семестр. Очная форма обучения. 53 тысячи рублей за семестр. Вечерняя и заочная, в том числе дистанционная форма. Переподготовка. Психоанализ. 45 тысяч рублей за семестр. Остальные программы. Психологическое консультирование. Семейная психотерапия. Консультирование супружеских пар. Теория и практика психологической работы с детьми. По 39 тысяч рублей за семестр. Ждем вас приемной комиссии нашего института. В Восточноевропейском институте психоанализа вы можете учиться не только очно, регулярно посещая лекции и семинары, но и дистанционно. Это новый современный формат, который позволяет нашим студентам получать качественное психоаналитическое и психологическое образование вне зависимости от места проживания, трудовых, семейных и иных условий. Мы занимаемся дистанционным обучением более 8 лет. И за это время пришли к пониманию того, что даже в условиях отдаленности от вуза и преподавателей получить знания и даже практические навыки в сфере психологии и психоанализа возможно. Многочисленные наши выпускники, успешно практикующие, ведущие научную деятельность, открывающие по всему миру психоаналитические и психологические центры – самое лучшее тому подтверждение. Наше обучение отличается рядом особенностей, которые делают его практически уникальным для желающих действительно освоить новую профессию и окунуться в совершенно новый мир понимания других людей и самого себя. Начиная обучение в ВИП, студент получает доступ к порталу психологических знаний, к особой системе, в которую включены не только традиционные учебные материалы, тексты, электронные книги, но и видеозаписи, лекции и семинаров. Каждую неделю у студентов есть возможность пообщаться с преподавателями в режиме реального времени. Мы регулярно проводим вебинары и онлайн-семинары на самые актуальные и практически важные темы. Но выбирая дистанционное обучение, нужно быть готовым к тому, что придется не только много читать, смотреть и слушать, но и постоянно выполнять практические задания, писать эссе, контрольные работы, проходить онлайн-тесты, которые проверяются нашими преподавателями. Доступ к системе дистанционного обучения предоставляется на весь период обучения. Студенты сопровождают и поддерживают методисты, которые готовы оперативно отвечать на его вопросы, направлять и помогать сориентироваться в новом мире психологических знаний. Для оперативной связи у нас функционирует как система переписки, так и телефон горячей линии. Познакомиться с нашей системой обучения поближе может каждый. Достаточно найти нас в социальных сетях, а на канале YouTube можно посмотреть состоявшиеся открытые лекции и вебинары.